Я вас приветствую, я Евгений Ковальчук и вы на канале WebDev. Добро пожаловать во второй урок курса, посвященного тестированию React с помощью Jest и Enzyme. И в сегодняшнем видео уже по доброй традиции мы установим необходимое окружение. Изначально я, как обычно, хотел показать вам базовую установку и настройку проекта, но вместо этого сделал круче. Все, что вам нужно сделать, это перейти по ссылке в описании под этим видео, склонировать репозиторий курса, установить зависимости и в целом это все. Почему же это круче, потому что вместо того, чтобы показывать вам как устанавливать npm пакеты, что я уверен вы и так умеете, я настроил базовое окружение для юнит-тестирования различных React приложений, то есть в репозитории вы по сути найдете песочницу, внутри которой вы можете тестировать свои компоненты, либо интегрировать ее настройки в свой проект. Различных плагинов, которые вам понадобятся, я добавил больше, чем мы будем использовать в курсе, но если вы захотите выйти за его пределы, то они вам непременно понадобятся. Итак, пару слов об установке я все-таки скажу. Во-первых, чтобы установить зависимости, вам нужен Node.js на компьютере. Если он у вас, можно проверить командой Node.version. Если появилась версия, то круто. Если версии нет, то его нужно скачать. Ссылку на официальный сайт я оставлю в описании репозитория. Во-вторых, каждый урок курса будет находиться в соответствующей ветке репозитория. Информацию о том, как передвигаться по этим веткам, также можно найти в описании. Так что будьте внимательны и не пишите о том, что репозиторий пустой. После того, как вы склонируете репозиторий, вы идете в папку с проектом и с помощью команд npm install или yarn install устанавливаете зависимости. Поздравляю! Теперь у вас все готово. Давайте пройдемся по структуре файлов и разберем, что у нас есть. Package JSON содержит все установленные модули. Из тех, которые нам понадобятся в курсе, это Enzyme и EnzymeAdapter React 16, это тестовые утилиты для React, нужны для статичной отрисовки разметки, Jest, по сути это TaskRunner, Enzyme to JSON, конвертация обертки Enzyme для обработчика снимков Jest, чтобы снимки было легко считать. Это основные зависимости, которые нам понадобятся. Также здесь можно найти отдельную настройку для Jest с установкой конфигурации и обработчиками для моковых модулей. Из скриптов основной это Test, который собственно и производит запуск Jest и осуществляет поиск написанных тестов и их запуск. И два дополнительных это TestWatch и TestCoverage. Первый запускает слежения за тестами и в случае, если они изменились, перезапускает их. Далее по файлам у нас идет BabelConfig и EditorConfig, конфигурационные файлы для Babel и вашего редактора кода соответственно. Папка src будет содержать наши компоненты приложения и файлы тестов. В данный момент в ней находится один файл TestSpec.js, в котором описаны два простых теста. Кстати, обратите внимание, что все файлы, которые содержат тесты, будут оканчиваться на Spec.js – это обязательное условие. Дальше идет папка Coverage, которой у вас при старте проекта нет. Она генерируется автоматически при вызове команды TestCoverage и будет содержать более толковое визуальное представление о том, как прошли тесты. После чего идет папка Config, которая содержит конфигурационный файл для тестов. По сути, мы определяем, что различные типы отрисовки компонента – ShallowRenderMount, а также конвертация в JSON становятся глобальными для проекта. Делать это не обязательно, просто теперь в каждом файле теста нам не придется подключать каждый из этих методов. И заключительная папка – это mocks. Она содержит два пустых файла, в которых можно определять различные моковые данные, то есть как раз-то заменять реальные модули с табами или моками. В целом, это вся структура. Теперь давайте попробуем запустить тесты и, как мы уже говорили, сделать это можно командой YarnTest. Если вы все сделали правильно, если все верно склонировали и установили, то вы должны увидеть следующую таблицу тестирования. И результат о том, что у нас в системе есть два теста. Один из них прошел успешно, а второй упал с ошибкой. В следующем уроке мы начнем с вами разбирать тестирование адресовки компонентов. Разбирать тестирование мы будем на основании отдельных компонентов, а также на основании приложения «Новостной сайт», которое мы создали в курсе по React. Ссылки на видео можно будет найти в описании репозитория. Ну а на сегодня у меня все, поэтому не забывайте оценить данный урок лайком и нажать колокольчик, чтобы первому быть в курсе выхода новых лекций. Увидимся в следующем видео, пока.